Всем привет! У нас будет второй поток курса по разработке мультиплеерных игр. И если вы разработчик, который уже освоил основы Unity, то разработка мультиплеера – это такое логичное направление, куда можно дальше развиваться. Основная цель нашего курса в том, чтобы пройдя его, вы научились делать многопользовательские игры в любых жанрах. Наша программа строится вокруг четырех игр, которые мы делаем в процессе курса. Мы их специально подобрали таким образом, чтобы в процессе их разработки осветить все аспекты, все виды мультиплеера, которые возможны. Что же мы будем проходить? Во-первых, самое интересное – это игры в реальном времени, где вы видите действия другого игрока, например, шутер или реал-тайм-стратегия. Также бывают пошаговые игры, где не надо так много информации передавать по сети. Мы научимся делать игры, где один игрок играет против другого, команда играет против другой команды, или игры в жанре ИО, где на одной карте одновременно присутствуют сотни игроков, и все друг друга видят и взаимодействуют. Кроме непосредственно мультиплеера мы будем проходить и другие вещи, такие как работа с базой данных. Мультиплеерная игра без этого просто не может существовать, но также это нужно и в любой игре, которая чуть сложнее гиперказуалки. Там нужно сохранить данные игрока на сервере, или сделать авторизацию, или создать лидерборд. Для всего этого нужно хорошо работать с базой данных. Также разберемся, как подгружать данные сервера. Например, если вы хотите уменьшить размер билда, чтобы он быстрее загружался за счет того, что контент подгружается в игру уже после того, как она запустилась. Или можно обновить контент в игре уже после того, как игра лежит на сторе и установлена на устройство игрока. Вплоть до того, что вы можете даже скачивать с сервера какие-то параметры баланса и регулировать баланс уже после того, как игроки игру установили. Многопользовательскими бывают не только игры. Например, на Юнити вы можете сделать видеочат или сервис знакомств. Скажем, самая популярная игра на Яндекс.Играх сейчас это «Бутылочка», где реальные люди крутят бутылочку, лайкают друг друга, заполняют анкеты, видят анкеты друг друга. Тут нам нужна и вот эта мультиплеерная составляющая, и база данных, в которой будет храниться информация об этих пользователях, анкеты, которые они заполняют, фотки, которые они загружают. И наш курс создан таким образом, чтобы вы хорошо понимали вот эти разные варианты клиент-серверного взаимодействия и могли реализовать любую игру или не игру. Если говорить о фреймворках, на чем мы будем делать мультиплеер, вообще на рынке есть разные решения. Скажем, если вы хотите устроиться в компанию, то эта компания может использовать одно из этих решений. Скажем, Photon, Mirror, Unity Netcode — это самые популярные фреймворки для мультиплеера, но часто это может быть и какая-то их собственная разработка. И поскольку этих решений много, то в центре нашего курса стоит не конкретный инструмент, а общие принципы работы сетевых игр. Любая мультиплеерная игра строится вокруг того, что один клиент отправляет информацию на сервер, сервер ее получает, обрабатывает и передает другим клиентам. А любой фреймворк — это как бы обертка над этими операциями. Мы используем фреймворк Collisius. В процессе обучения это хорошее решение, он идеален почти во всех аспектах. Про него можно почитать на сайте курса по ссылке внизу в описании. Но также мы научимся работать и в популярных Mirror и Photon. Рассмотрим преимущества и недостатки разных фреймворков, чтобы вы могли стать таким универсальным специалистом и подбирали лучшее решение для конкретной задачи. Но важно понимать, что какой бы фреймворк вы не использовали, основа всегда одна. Вот этот сервер, клиент, передача данных. Вот это важное понимание принципов работы у вас должно сформироваться. А какой инструмент это будет делать, это уже второстепенный вопрос. Основной преподаватель на нашем курсе — Евгений Иншаков. Он программист с большим опытом. Он уже 8 лет работает в Unity, делал много проектов, и большая часть из этих проектов мультиплеерные. Сейчас Женя расскажет про игры, которые мы будем делать на курсе. Всем привет! На курсе мы сделаем 4 многопользовательские игры, первая из которых — это шутер. На его примере мы разберем, как сделать самый простой многопользовательский проект. Разберемся, как запустить сервер, как настроить его для удобной работы, ну и в целом, как работать с сервером. На практике мы разберем, как передавать данные между клиентом и сервером, как создавать комнату, чтобы игроки могли находить друг друга в сети. Вообще, все игры на курсе мы делаем с нуля. Тут, например, два игрока будут бегать по сцене и стрелять друг в друга. Мы разберемся, как синхронизировать их позиции, передавать выстрелы, количество жизней, счет игры отображать на экране и все в таком духе, то есть все, что нужно для шутера. Само собой, мы сделаем интерполяцию перемещения, то есть сглаживание. Это очень важный момент в сетевых играх, потому что данные между клиентами приходят с задержкой. И нужно сделать так, чтобы у них отображались актуальные позиции, при этом двигались они плавно, без каких-то рывков. Вторая игра на нашем курсе — это Змейка. Ее особенность в том, что тут будет уже не два игрока, а сто и больше. И не всегда игроки начинают сессию одновременно. То есть кто-то может потом подойти уже в середине игры, когда комната сильно изменилась. И он должен получить актуальное состояние сцены. Третья игра — это Clash Royale. Еще один вариант сетевой игры. Тут игроки перетягивают карточки на игровое поле, и юниты должны дойти до башни противника и уничтожить их. На примере этой игры мы будем разбирать работу с базой данных. Сделаем регистрацию, авторизацию, сохранение прогресса игрока на его аккаунте, чтобы у него там сохранялся и рейтинг, и количество монет, которые он заработал, и карточки, которые он за эти монетки успел купить. А четвертая игра — это Minecraft. Игроки будут бегать по сцене и создавать разные блоки. Это очень интересный проект, чтобы показать, как мы можем сохранять прогресс игрока в базу данных. Чтобы туда сохранялись карты, которыми игроки могут поделиться с друзьями. Они могут побегать по этой карте вместе, создавать ее вместе, или просто поделиться, чтобы другой игрок побегал по этой карте и посмотрел, как там все весело и устроено. Кстати, умение работать с базой данных нужно не только для создания реалтаймовых сетевых игр. Это еще и подойдет для обычных игр, когда вы хотите, например, создать таблицу лидеров, чтобы у вас прогресс сохранялся и отображался на других аккаунтах тоже. Или, например, ферму, где один игрок строит эту ферму, а другие могут зайти и посмотреть, где он что построил. Ну и само собой, это авторизация, регистрация, то есть сохранение аккаунтов, чтобы прогресс можно было видеть на других своих устройствах, или же просто, когда вы меняете телефон на новый, вы могли загрузить все данные, которые были у вас на старом аккаунте. Для этого всего нужны навыки работы с базой данных. Спасибо, Женя. Каждую неделю будет открываться материал этой недели. Это видео-лекции, которые нужно посмотреть и к концу недели выполнить домашку. Домашку мы подробно проверяем, записываем проверку на видео, советуем, как там, что можно улучшить, отвечаем на ваши вопросы. Также раз в неделю по понедельникам в 19.00 по московскому времени проходит онлайн-стрим, который ведет Женя. Он рассказывает дополнительный материал и отвечает на вопросы по лекциям. Также все вопросы можно в любое время задавать в чате, в котором Женя и кураторы на эти вопросы отвечают. Курс стоит 50 тысяч рублей. Под видео есть ссылка на сайт. Можете там поподробнее посмотреть программу курса. И также там есть ссылка для записи. Если есть необходимость, можете записаться в рассрочку, оплатить. И под видео есть ссылка на мой телеграм-канал. Если будут какие-то вопросы по программе или там по оплате, что-то не получается, пишите. С радостью отвечу. Курс подойдет тем, кто уже освоил основы Unity и C-Sharp. То есть, ну, как минимум, вы знаете, что такое класс, метод, переменные. Умеете этим всем пользоваться. Достаточно уверенно программируете. Самых основ программирования мы там рассматривать не будем. Но этот курс можно рассматривать как такой продвинутый по программированию в Unity. Будем большое внимание уделять архитектуре проекта. Она особенно важна при разработке мультиплеерных игр. Как сделать все там аккуратно, как-то по правилам, логично, чтобы ваш код был и расширяемый, и красивый. Также мы будем уделять большое внимание тем аспектам, которые начинающим джунам могут быть незнакомы. Такие вещи, как экшены, делегаты, анонимные методы, лямбдовыражения, асинхронные методы, работа с карутинами и многие другие вещи. По ним у нас такие отдельные видосы. Я примерно понимаю, да, вот уровень людей, которые там в Unity начали работать, но в C-Sharp там они еще не совсем чем можно сталкивались, поэтому этим темам мы большое внимание уделяем. И если в курсе появляется что-то такое, выходящее за рамки джуновского опыта, то мы подробно с этим разбираемся. Все, спасибо за внимание. Приходите на курс, обещаю, будет интересно и очень полезно.